Девушки отдыхают До роста До крепления Вот до этой части И у меня был шок А все потому Что я не могу представить Что мой мастер Трудился, делал дреды И потом я их вот так Просто бездарно Испортила Чтобы никто больше не делал Так, как делала эта девочка Я покажу вам, как правильно снимать Дреды И как потом распутывать волосы Если вы так же, как и я Их носили не два, а три месяца Их по-хорошему только два можно носить Весь процесс я, разумеется, вам показывать не буду Поэтому покажу просто на примере Одной дрединги Ну и покажу, как оно выглядит Обычно, когда все это расплетаешь И расскажу как раз, что делать дальше Так, вот мы берем одну дредингу Видите, вот тут Вот это все заплетено Ниточки я бы, конечно, ее... Ну, ее Я бы, конечно, дреды еще больше поносила Но у меня уже свои волосы начали сваливаться В дреды То есть там колтуны начали образовываться Вот эту ниточку надо поддеть Одним лучше это не делать Поэтому пригласите какие-нибудь вторые руки Second hand Вот, и попросите, чтобы они вам помогли Обычно эти ниточки еще в процессе немножко расплетаются Ну, сгнивают и отпадают Но эти ниточки крепкие Потому что мой мастер хороший мастер Вот, короче, я вам сейчас просто быстренько покажу До того, как расплетать буду Почему я их снимаю Вот видите, тут отросли свои волосы И вот здесь они уже начали спутываться в колтун А настоящие дреды лучше все-таки не с дэшек начинать Ну, как? Короче, лучше их сразу плести настоящими В плане того, что не носить дэшки Потом снимать и доваливать до настоящих А сразу по разметке, правильно И по всем канонам Когда мы сняли ниточку У нас получается вот такая фигня Я, конечно, не буду говорить, что ваши волосы Если вы сами все это будете снимать, не травмируются Ну, потому что они, скорее всего, травмируются Ну, типа там, отрежьте немножко кончика И тыры-пыры И все дела Вот, и дальше мы ее начинаем вот так вот расплетать Субтитры сделал DimaTorzok Вот, и вот тут вот видите колтун уже Колтун это, ну, как сказать, неотъемлемая часть Если вы носите дедреды достаточно долго Поэтому мы просто их вот так вот вынимаем А колтуны потом расчесываются в ванной С помощью какого-нибудь дешманского геда для волос Бальзама Потому что вы на них его потратите дофигище Просто нафигище Сейчас у меня все волосы вот такие будут Вот, сейчас я все сниму И продолжу В общем, да, я теперь доширак Доширак, да Можно даже где-нибудь по соцсетям Проставить хэштег JetlyDoshirac Ну, не доширак, а дошик JetlyDoshik Ну и да, эти волосы после Dead Red Ну, те, что у меня осветленные, окрашенные Их надо восстанавливать Вот тут 39 дрединок Которые у меня остались после снятия И их надо будет положить в тазик В горячую воду Замочить где-то часа на два Потом каждую дредину промылить, вымыть В общем, чтобы, ну, чтобы их скорректировать Потому что они уже начали распускаться Это вторая носка Чтобы у них был нормальный вид И все такое Далее мы берем вот такую вот расчесочку Ну, можно и не такую Можно для людей расческу Просто мне это удобно Меня же называли где-то животным, да? Вот, расческа для животных Самое оно, самое то Самое для меня И берем бальзамчик Бальзамчик лучше всего дешманский Вот это, например, секреты сибирской травницы Бальзам от бабушки Агафьи Морош Морошковый же, да? Морошковый бальзам Увлажнение и восстановление Он стоит, по-моему, 56 или 59 рублей И на этот день это самый дешевый бальзам, который я могла найти Можно купить в Пятере По-моему Ну, не во всей Пятере он, конечно, есть Но найти можно Не во всей Пятера Это одна большая сеть Что ты мне тут мозг пулишь? Пятера Пять Мощное число Пять Пять пальцев у тебя на руке И вот такую масочку Тоже секреты сибирской травницы Можно найти в Атаке Тоже за полтинник И ее можно потом наносить, чтобы восстановить волосы Почему надо использовать самый дешманский бальзам? Короче говоря, тут образуются колтунишки Такие колтунишки Вот они И их без бальзама с помощью шампуня расчесать вообще никак нельзя Поэтому я и беру железную расчесочку Потому что в прошлый раз у меня расческа сломалась Она была, по-моему, из пластмассы И, короче, просто до шампуня Мы фигачим этот бальзам на голову Открываем немножко воды Можно наполнить ванну И вот под водой расчесывать Чтобы все это вычесать Потом, когда мы доведем волосы до более-менее нормального состояния Можно использовать шампунь А потом опять бальзам А потом маску Если у вас вычесывается очень-очень много волос Ну, как бы, очень много Прям вот, может быть, полная рука волос Не пугайтесь, это нормально Потому что, когда вы носите дедреды Ваши волосы все равно выпадают Как при обычном В повседневной жизни При носке каких-либо причесок Они выпадают Вы их расчесываете Волосы Они остаются на расческе А эти волосы, они выпадают И вы их не расчесываете Они на расческе не остаются Поэтому они остаются у вас на дредах И, в общем, вы их сейчас должны все вычесать Ну, мы пойдем их вычесывать Теперь я, наверное, закончу на этом видео Потом сниму какое-нибудь другое Где я уже буду с более-менее нормальными волосами И еще мне хотелось бы спросить у вас совета Стоит ли мне плести натуралки Потому что с дредами вообще просто невероятно удобно Офигенно удобно Вот зуб даю У меня пока все целы зубы Видишь? Не вру Вот В общем, вот Я хочу заплести натуралки Но мне надо об этом разговаривать с моим мастером Потому что если она заплетет Где-то в сумме штук 20 Ну, блин, мне кажется, это маловато А вам спасибо за просмотр Поставьте лайк хотя бы за вот это милое существо Делитесь видео с друзьями И... В общем, я не знаю Подписывайтесь на канал Там, если вы хотите найти меня в соцсетях То можете открыть описание Там все ссылки есть И всем пока! Отпусти! Котенок говорит нет Все, давай Все верши Видишь, теперь Это надо Кстати, там все